Начало заседания рабочей группы по развитию города было спокойным и обстоятельным. Первый доклад председателя Комитета городского хозяйства Константина Машковского. Много цифр и единственный вывод – износ коммунальной системы Лан-Удэ достиг критического уровня. И чтобы стабилизировать ситуацию, по подсчетам Комитета на каждую ремонтную компанию необходимо добавлять как минимум 300 миллионов рублей. Наш персонал действительно совместно со всеми ресурсоснабжающими организациями, так как мы достаточно серьезно к этому подходим, прополз каждый сантиметр сетей. Однако существующий износ не позволяет говорить о том, что мы обеспечили надежное и беспребойное ресурсоснабжение потребителей. Коммунальные проблемы копились десятилетиями. И, по словам заместителя мэра Алексея Хондархаева, сейчас необходимо быстро найти пути выхода из сложившейся ситуации. Если надо, надо находить деньги тогда. У нас зима, я вам напомню, 8 месяцев идет. Нам не к зиме готовиться надо, а к лету. Мы к зиме должны быть всегда готовы. Чтобы быть всегда готовыми, коммунальным службам необходимо отрабатывать четкость и слаженность действий. Прозвучало предложение провести совместные аварийные учения. А доклад представителя ТГК также вызвал бурную реакцию. Критические замечания прозвучали в адрес подрядчиков, которых наняла генерирующая компания для ремонта сетей. Директор Улан-Уденского энергетического комплекса филиала ТГК-14 на это ответил, что определенные сложности есть. Но связано это с тем, что подрядчик работает в Улан-Удэ первый год. По итогам заседания было решено подготовить перечень аварийных участков и денег, необходимых на их ремонт. Баир Цедыпов, Оксана Тантоева, Жаргал Церендашеев. Новости дня.